Я вас всех приветствую, дорогие друзья, и мы с вами продолжаем разбирать ивенты, связанные с Хэллоуином в GTA Online. На этой неделе Rockstar добавили в игру новый ивент под названием Слэшеры. Это такие тюбики, которые могут отреспавниться посреди ночи и просто по приколу начать вас убивать. Сегодня я вам расскажу и покажу, где и как найти каждого слэшера из этого ивента. С тебя лайк и подписка, ну а сейчас небольшая рекомендация. Давайте начнем с небольшого пояснения, именно какой жесткий ритуал нужно провести, чтобы отреспавнить этих слэшеров. Во-первых, спавнятся они в абсолютно любых типах сессии в период с часу ночи до 5 часов утра по игровому времени, а не как в прошлом году с 9 вечера. Будь то сессия по приглашению или открытая, но лучше их искать в закрытых сессиях, так как слэшер спавнится конкретно за одним игроком в сессии. И при этом другие игроки его тоже видят, а это значит, что люди в открытой сессии уже могут вам помешать найти того или иного слэшера. Во-вторых, если вы хастуете сессию, будь то для друзей или по приглашению, короче любую одиночную, вы должны находиться в этой сессии как минимум 16 минут. Это нужно для того, чтобы сессия начала вам подкидывать случайные события. И именно после 16 минут в свежей сессии они начинают появляться. И третий, заключительный пункт этого жопоразрывательного ритуала, для грамотного спавна слэшеров вы должны ходить либо пешочком в локациях, либо на обычном транспорте. Главное, чтобы это был не самолет, вертолет, опрессор и все другое, что летает, а также не особый транспорт с оружием. Достаточно взять какую-нибудь вайбовую машинку и кататься в зоне спавна, либо же ходить пешком и рано или поздно слэшер появится за вашей спиной. Именно бродить пешком это лучший вариант для их появления. Также никто не отменял тупо встать в АФК, в таком случае слэшер тоже может заспавниться. Интервал между спавном разных слэшеров составляет около 16 минут после поимки предыдущего. Но это у нас с вами обычная КД и на простые события в свободном режиме, так как по факту слэшеры к ним и относятся. Также я вам советую не зацикливаться на одной локации, а проверять все, хоть времени не так уж и много. 4 игровых часа это у нас с вами 8 реальных минут. По условиям их появления думаю разобрались, теперь давайте перейдем к практике. Самый простой и часто встречаемый слэшер это клоун. Спавнится он по всему Лос-Антосу в период с часу ночи до 5 утра. Все карты с расположением я продублирую у себя в телеге, поэтому переходи и подписывайся. Лично я с ним столкнулся просто стоя в АФК. Поначалу этот тюбик не агрессирует, но стоит подойти к нему чуть поближе, так он накинется на вас ножом. Также от него играет соответствующая клоунская мелодия. КП у него не особо много, но больше чем у обычного НПС и убивается он довольно быстро. Сам по себе он особой опасности не представляет. Одет как ни странно в клоунские костюмы и клоунскую маску. Небольшая оговорочка, с остальными слэшерами у меня возникла очень серьезная проблема. На их поиски я потратил 4 игровые ночи, что равносильно 3,5 часов реального времени. И знаете что, я ни одного слэшера так и не встретил. Не знаю, может быть мне так просто везет, но я попробовал абсолютно все. Менял локации, сессии и прочее. Остальных поймать для видоса я, к сожалению, немного не смог и ушел в небольшой тильт. Но как ни как, я про них вам тоже расскажу. Второй вид слэшера, который вам может попасться, это псих. Просто чел, который стоит сбитой на дороге и тупо угорает. Так же как и клоун, поначалу не агрессирует, но через время летит на вас сбитой угаром. Встретить вы его можете в этих 4 загородных зонах на холмах Лос-Антоса и выезде. Опять же в период с часу ночи до 5 утра. По урону он впитывает примерно столько же, сколько и клоун. Но тут он уже будет более опаснее за счет своей биты. При этом вид слэшера это у нас водитель, как он себя зовет. Из его особенностей можно отметить, что он одет в гоночный костюм, ну тут судя из названия, имеет стрёмное табло и как ни странно горит. Причем огонь ему не наносит какого-либо урона, в отличие от игрового персонажа. Нападает он на вас с гаечным ключом, ну и по мере приближения к вам может вас спокойно поджечь. По живучести этот слэшер гораздо сильнее, чем оба предыдущих. Найти вы его можете в этих двух точках, это у нас с вами район арены Мейсбанка и загородная стройка, которая используется по сути для ралли. Появляется он опять же в период с часу ночи до 5 утра. Петвертый вид слэшера это маньяк. Из особенностей стоит отметить его стиль. Он реально выглядит намного устрашающе и стильнее в плане Хэллоуина, чем остальные слэшеры. Одет в обычный комбинезон, на голове у него мешок. Нападает он на вас, используя мачеты, урон кстати он наносит довольно неплохой. По крайней мере, когда я его встречал в прошлом году. Из всех слэшеров, именно этот маньяк является самым живучим, ибо урона он впитывает просто какое-то нереальное количество. Но утихомирить его все же можно. Появляется он исключительно в загородной местности, в районе горы Чилиад. Ну и в Палета Бэй он тоже может появиться, опять же в период с часу ночи до 5 утра. И последний, пятый вид слэшера, это двойник вашего персонажа. Из особенностей у вас появляется свой Тайлер Дерден. Выглядит он, как ни странно, точь в точь, как ваш персонаж, и нападает на вас с абсолютно любым холодным оружием. Ведет он себя как обычный NPC, и в отличие от других слэшеров, может повторять за вами действия. Бьет он больно, но и сам откисает довольно быстро. Встретить вы его можете в абсолютно всех предыдущих локациях с шансом 50%. То есть, хотите вы, например, за городом найти маньяка, и тут бац, выпадает этот шанс, и вместо маньяка появляется ваш двойник. Примерно так это работает с абсолютно любой показанной локацией. Встретить вы его можете, опять же, в период с часу ночи до 5 утра абсолютно по всей локации. Что же вам дадут за поиск всех этих слэшеров? И тут я вас обрадую, абсолютно ничего. Этот ивент по факту сделан просто по приколу, чтобы пофаниться. На самом деле, поискать их и поиздеваться над ними довольно веселое занятие. Я вон 3 часа потратил и кроме клоуна никого не нашел. Все же награду на этой неделе дают, но только за то, что вы отметелите своего двойника. Это такое еженедельное испытание на этой неделе. И в награду вы получите 100 тысяч долларов и 10 тысяч опыта, ну и в придачу маску черного кота. В плане наград это максимум, что вы можете получить с этих слэшеров. Сразу же предвижу вопрос, который интересует многих. А где же Кристина с Сербером? На этой неделе, к сожалению, их не добавили, так как в игре и так уже дофига событий. А игра, в свою же очередь, имеет ограниченное количество слотов под эти же самые события. Поэтому ждем это все добро уже на следующей бонусной неделе, так как она у нас заключительная в плане Хэллоуина. И скорее всего уже со следующей недели нас с вами будет похищать НЛО и оттуда мы с вами получим станпалку. В целом события со слэшерами довольно таки веселая и прикольная тема, но только в рамках своих друзей. Ну а как вам эти слэшеры? Напишите в комментариях, мне будет интересно с вами пообщаться. А у меня на этом все, огромное тебе спасибо за просмотр, еще увидимся и пока-пока.